всем привет на канале all that man сегодня мы с вами вот буквально по свежим следам рассмотрим одно преступление совершенные вчера в пятницу в день начала чемпионата европы по футболу в германии когда люди праздновали открытие чемпионата и смотрели первую игру между хозяевами чемпионата и гостями между немецкой командой и командой шотландии случилось страшное преступление а именно в городке вольмерштетт это недалеко от магдебурга один назовем его мигрант афганец 27 лет возраста с ножом напал на своего же земляка человек этот не проживал рядом с ним человек этот жил совершенно в другом доме что послужило мотивами для нападения на этого афганца который оказался моложе этого бандита на четыре года уже неизвестно в общем давайте теперь по порядку когда начался чемпионат когда начали показывать по телевизору весь этот праздник все эти торжества вот этот вот обкуренный афганец с ножом вышел на прогулку может быть он был мотивирован тем что происходили последние дни вот такие вот жестокие преступления с участием именно его земляков во многих городах германии когда они набрасывались на людей с ножами пытались их резать пытались их убивать решил повторить их подвиг и поэтому первым кто попался ему под руку оказался его земляк значит он нанес ему тяжелые ножевые ранения в результате которых этот человек просто-напросто скончался далее этот ненормальный афганец может быть он был обкуренный может быть еще какой-то может быть он исламист неизвестно но далее он с этим же ножом начал бегать по городу и кричать что он всех поубивает тут он увидел что в одном из частных домов в во дворе люди выставили телевизор и празднуют попивая пиво поедая сосиски и смотрят телевизор смотрят чемпионат европы в футболу что он делает он нагло перелезает через забор нарушая общественный порядок получается он влез к ним в дом в лес к ним в огород и набрасывается на этих людей наносит тяжелые ножевые ранения мужчине 75 лет возраста и женщине 50 лет возраста а также сначала оскорбляет а потом наносите живые тяжелые ножевые ранения хозяину дома в возрасте 56 лет что случилось до этого оказывается вот этот момент когда он убил своего земляка и побежал через этот городок дальше искать очередную жертву он на небольшом дачном участке напал на людей угрожая им физической расправой и смертью люди его прогнали потому что он увидел что их там много он один и может быть это и сыграло какую-то вот решающую роль в том что произошло далее он от них убежал в поисках других жертв может быть это оказались молодые парни подвыпившие которые сказали или ты сейчас уйдешь или мы тебя здесь закопаем все могло быть эти люди на которых он попытался рыбнуться они просто вызвали полицию и полиция приехала как раз в тот момент когда вот этот вот убийца вот этот преступник афганец уже был в частном дворе и одного за другим резал ножом хозяина и его гостей полицейские приказали ему успокоиться сложить оружие на что он отреагировал буквально следующим образом он развернулся и с криками Аллах Акбар бросился на полицейских сразу говорю вам что полицейские поступили согласно инструкции двое полицейских открыли огонь на поражение потом была вызвана скорая помощь скорая помощь отвезла вот этого героя ислама в больницу где он и предстал перед Аллахом что с ним сейчас или он кормит шакалов в аду или его ублажают какие-то там 70 гурия которых они все мечтают уже неизвестно были ли это мотивы политические или религиозные тоже узнать уже не удается потому что он не имел определенного места жительства он жил по моему в лагере что ему взбрендило в голову непонятно спросить его уже тоже не удастся но прокуратура магдебурга так же как и о требованию управления полицией возбудила уголовное дело по вопросу правомощности правомерности применения табельного оружия сотрудниками федеральной полиции при исполнении во время несения службы я так думаю что это на полном серьезе люди это на полном серьезе это случилось вчера этих афганцев здесь как будто кто-то зомбировал что все вот вам поступил сигнал идите убивайте идите режьте что они сейчас и начинают делать хотел ли он запугать людей чтобы все тряслись от страха перед какими-то афганцами или хотел он просто добиться того чтобы предстать пред всевышним убив людей и покончив жизнь самоубийством неизвестно неизвестно но он оказался убийцей которого настигла полиция и соответственно поступило так как этого требует инструкция я не буду ерничать но скажу что одним исламистом меньше вот такие дела и да вчерашний поединок футбольный матч между хозяевами поля между немцами и гостями шотландскими шотландцами закончился со счетом 5-1 почему один да потому что один игрок с немецкой командой чисто случайно головой загнал гол в своего рота так было бы игра проведена в сухую 5-0 но тем не менее начало чемпионату положено это раз второе полиция прекращает уже вести себя как с детками в детском саду с различными уголовниками и криминальными элементами и начинает действовать согласно букве закона согласно тем инструкциям которые они изучали при поступлении на службу в полицию будем надеяться что таких случаев будет намного меньше все таки эти исламисты эти нелегалы образумятся и прекратят вести себя как подлые скажем шакалы как подлые свиньи или пойдут на работу или уедут к себе на свою родину в любом случае у нас на канале всегда вот такие вот спорные вопросы будут затрагиваться пока эта тема миграционной политики не войдет в правильное русло и в стране не возобновится опять мир и порядок вернее не воцарится мир и порядок по мере накопления тем я всегда буду держать вас в курсе событий и да в конце мне тут кто-то написал мол типа я специально затрагиваю такие темы чтобы провоцировать всех людей заставляя их вот таким вот шантажом идти на баррикады против правительства я этому человеку уже написал теперь говорю открыто что если у тебя в голове интеллект как у нас говорила учительница по биологии на уровне блохи то ты воспримешь мои слова действительно как руководство какой-то провокации руководство к действию если же ты привык думать научился думать ты воспримешь эту информацию так как ее нужно правильно воспринимать и не будешь разбрасываться какими-то ненужными словами пытаясь оскорбить человека или бросить в него грязь по поводу грязи есть одна хорошая такая вот фраза собираясь бросить в грязь в человека подумай попадешь ли ты в него или нет а если не попадешь то руки твои все равно уже будут в грязи вот такие вот дела не забудьте подписаться лайкнуть колокольчик адекватный комментарий следите за обновлением на канале ну и приятных вам просмотров чемпионата европы по футболу в германии всем удачи пока